Даже несмотря на то, что мероприятие официальное, все же подведение итогов это всегда немножко праздник. Перед началом слушания отчета администрации городского поселения Горки-Ленинский за 2016 год в фойе научно-культурного центра Музея Ленина собравшиеся могли пообщаться, выпить горячего кофе, послушать выступления местной самодеятельности. Мероприятие традиционно назначают по окончании рабочего дня, чтобы присутствовать на нем могли все желающие. В президиуме на сцене глава муниципалитета Олег Хромов, председатель совета депутатов Ленинского муниципального района Валерий Венцель, председатель совета депутатов городского поселения Горки-Ленинский Вячеслав Ивлев. Зачитала отчет администрации городского поселения Горки-Ленинский за 2016 год исполняющей обязанности главы поселения Светлана Литвинова. Стремление быть первыми, добиваться поставленных целей присущей нашим жителям. А это совпадает с приоритетными задачами, определенными губернатором Московской области Андреем Воробьевым в программе «Наша Подмосковья. Идеология лидерства». Исполняющая обязанности главы отчиталась об исполнении бюджета за 2016 год. Она отметила, что на образование, физическую культуру и спорт, ЖКХ, дорожное хозяйство и социальную политику пришлось 83% расхода бюджета. Такой объем, который сделан в поселении в этом году, наверное, не делалось никогда. Потому что огромные работы по благоустройству проведены в бывшем военном гарнизоне Петровская. Это сделаны дороги, уличное освещение, капитальный ремонт домов, детские площадки. Это и в поселении очень большое дело, а жители военного городка, они вообще многие десятилетия такого благоустройства не видели вообще. Помимо масштабной реконструкции в Петровском, Светлана Литвинова в качестве еще одного важного мероприятия озвучила и передачу полномочий городского поселения на районный уровень. По ее словам, это уже принесло экономию бюджета порядка 13,8 миллиона рублей. Как финансист могу немножко добавить, то та цифра, которая прозвучала 13,8 миллиона рублей, это только лишь с 10 апреля по 31 декабря. Эта экономия уже в 2017 году составит совершенно другую цифру. Это будет порядка 20 миллионов рублей на ежегодной основе. Получило свое отражение в отчете администрации городского поселения Горки-Ленинский за 2016 год и развитие инфраструктуры. Это строительство детских садов в новых районах, создание фельдшерско-акушерского пункта в Пуговичино, открытие в Горках-Ленинских, многофункционального центра и многое другое. Принято совместно с администрацией Ленинского района, лично с участием Олега Владимировича Хромова, решение о строительстве на территории поселка Горки-Ленинский физкультурно-оздоровительного комплекса. Это очень большой проект, такого тоже мы не найдем в других поселениях. И мы с удовольствием начнем его уже строить. Отдельное внимание в отчете было уделено выполнению программ по спортивной и культурной работе в городском поселении. В работе с льготными категориями граждан озвучено решение социальных вопросов. Жители дали свою оценку деятельности местной власти. Мы никогда не имеем отказа ни в чем, чего бы не попросили. И очень заботятся и о благоустройстве, и вообще во всем это замечательно, нам очень нравится. После того, как был заслушан отчет администрации городского поселения Горки-Ленинский за 2016 год, перед собравшимися выступили председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Валерий Бенцель, председатель Совета депутатов городского поселения Горки-Ленинский Вячеслав Ивлев и глава муниципалитета Олег Хромов. Они также высоко оценили проделанную в прошлом году работу. Работа была все-таки хорошая. Мы не можем ставить ни себе, ни своим коллегам отметку «отлично», потому что это будет неправильно. Есть всегда над чем работать, нельзя никогда самоуспокаиваться. По окончании официальной части прошло награждение почетными грамотами и памятными подарками активных работников культуры, спорта, социальной сферы общественного городского поселения Горки-Ленинские. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.